Все что нужно знать об оверлоке. Первое с чего бы хотелось начать это подготовка к началу шитья и заправка нитей в оверлок. Как бы это смешно не звучало, но даже мастера с опытом на этом этапе делают ошибки. Разбираемся. Начнем с выбора катушек нити, с которыми вы планируете работать. Если оно выглядит вот так, как этот бочонок с небольшим бортом, тогда мы обязательно применяем диск, который позволит сматывать нить равномерно с катушки. Кроме того, этот диск является фиксатором и исключает возможность поддергивания катушки. Если вы решили использовать промышленную катушку нити, у которой вот такое отверстие внизу большое, обязательно из комплекта к оверлоку используйте диск, который увеличит площадь рабочую, плюс ко всему конус, который тоже идет в комплекте и этот конус как раз отцентрует нашу катушку нитей, что позволит делать равномерный и отцентрованный сброс. Некоторые промышленные катушки нити имеют больший диаметр этого конуса. Тогда рекомендуется использовать центровщик катушки именно вот таким вот образом. И ниточка крепко фиксируется и будет отдавать свою нить по центру. А если вы шьете шелковыми катушками нити, не забывайте применять сетку, которая не даст осыпаться нитям и, конечно же, обеспечит вам хорошее качество шва. Используйте классическую бытовую катушку. Не нужно ее применять вот так, поскольку центр сброса теряется, она вот так шатается и на качество строчки это хорошо не влияет. Не поленитесь убрать конус, после чего установить катушку, тогда она будет равномерно, ниточка сбрасываться. Кроме того, применять этот диск в таких катушках не рекомендуется. Нитенаправляющая стойка тоже важная деталь оверлока. Некоторые новички могут ее вовсе не поднять, некоторые могут поднять вот не до конца, кто-то может вот так вот ее использовать. Ну, а по факту она должна быть вынута до момента фиксации ее. И нити направляющие должны по вертикали совпадать ровно с катушкой нитей. В таком случае будет равномерный сброс нити с катушки. Ну, а если представить, что нити направляющая будет повернута, у нас, соответственно, угол нити поменяется, и на петлителе будет излишнее натяжение, на левой игле будет излишнее натяжение, эти катушки будут более-менее нормально, и настроить натяжение нити в оверлоке будет достаточно проблематично. Ну и как я уже неоднократно говорил, оверлок, как и швейную машину, нужно заправлять обязательно с поднятой лапкой. Если швейная машина вам может простить не заправленную какую-то нити направляющую, а оверлок этого никогда не простит. Поэтому все заправляется по схеме, после чего опускается лапка и делается тестовый шов. Рассказывать, где какую направляющую заправлять, это есть в инструкции, наверное, не обязательно, но, тем не менее, будьте внимательны, каждая загогулинка должна быть проведена, и должна соблюдаться определенная последовательность, какую нитку за какой заправлять. Теперь давайте немного о настройках оверлочного шва. Итак, у нас есть длина стежка, это расстояние от прокола иглы до следующего прокола. Мы видим регулятор, на котором есть шкала, и каждая единица это 1 мм. В основном для всех типов ткани используется 2,5 мм длина стежка, она является оптимальной. И здесь все просто. Чем более плотные и несыпучие материалы, мы можем увеличивать длину стежка. Если материалы тонкие и сыпучие, мы уменьшаем длину стежка, увеличивая густоту. Но также на этом регуляторе есть положение R, используется только лишь для роликового шва. И в данной модели есть еще режим P, это используется для узкого зубчатого шва. Ширина шва это расстояние от прокола крайней левой иглы до обрезки ткани. И вот это собственно является шириной. Но к сожалению не все понимают, что оверлок это не швейная машина. Так как швейная машина это техника челночного стежка, и петлеобразование происходит непосредственно в самой ткани, мы можем спокойно здесь изменять ширину отклонением игловодителя, что невозможно сделать на оверлоке. Оверлок это техника цепного стежка. Петлеобразование у него происходит сначала на вот этих вот иголочках, плюс стежкообразователь, то есть здесь переплетаются нити, после чего стежки уже передаются с петлителя непосредственно на ткань. К чему это я все вел? Что в основном во всех оверлоках ширина строчки является фиксированной. И поменять мы ее только можем, убрав левую иглу, соответственно останется у нас правая иголка, и будет трехниточная узкая строчка. Ну а если говорить о такой модели, как Jaguar GT 990, здесь есть возможность незначительно поменять ширину строчку, для этого здесь два сменных стежкообразователя. Как вы можете увидеть, они разной ширины являются сменными, что позволит играться на 1-2 мм по ширине на четырехниточном шве. Но в основной своей массе другие оверлоки имеют стежкообразователь стандартный, и ширину поменять, к сожалению, у вас не получится. Но это в принципе нормальная ситуация. И у вас следовательно может возникнуть вопрос, а для чего же тогда вот эта вот регулировка, которая якобы должна менять ширину нашей строчки? А задача ее изменять количество обрезаемой ткани. Как вы видите, я кручу, и положение ножа меняется. А все это нужно для того, чтобы избавиться от вот таких вот провисающих петель, и заполнить их тканью. Или же наоборот, когда ткани слишком много, образуется вот такое скручивание, которое, конечно же, нужно исправлять положением ножа. И на этот счет у меня есть отличное видео, ссылочку вот здесь оставляю. И тот, кто только начинает шить на оверлоке, рекомендую посмотреть, будет точно полезно. Далее, что у нас еще влияет на качество строчки? Это, конечно же, натяжение нити. В данном случае нижний петлитель, верхний петлитель, правая игла, левая игла. Посмотрим, как это отображается на ткани. Классическая четырехниточная строчка. Здесь все достаточно просто. Как вы можете видеть, левая игла, это у нас слева, правая, соответственно, справа. Сверху у нас стежки закладывает верхний петлитель. И снизу мы видим нижний петлитель. Если смотреть на лицо нашей строчки, здесь все неплохо. Когда мы перевернем, можно обнаружить здесь петелька, которая вот она воздушная. И в данном случае, если мы перевернем еще раз, посмотрим, эта петелька касается левой иглы. Необходимо увеличить натяжение нити левой иголки. И тогда эта петелька будет образовываться уже непосредственно в самой ткани. Что касается петлителей, вот эта цепочка должна идти по краю ткани. Если же она будет перетянута на лицо, первый вариант у нас сильное натяжение верхнего петлителя, и его нужно ослабить. Или же второй вариант у нас слабое натяжение нижнего петлителя, и его нужно подкрутить. Но желательно, чтобы настройки находились в режиме от 3 до 6, ну максимум до 7. То есть не годится, если у вас верхний петлитель на 8 или 9 стоит, и, конечно, у вас ткань перетянута в эту сторону, исправлять такую ситуацию увеличением натяжения нижнего петлителя, это будет ошибкой. Конечно, в таком случае мы лучше вернемся к нашим более стандартным значениям, и будем ослаблять непосредственно верхний петлитель. И чтобы добиться идеального качества строчки, конечно, у нас в оверлоке есть регулятор давления лапки на ткань. А как им пользоваться, я оставлю ссылочку. Там я хоть экспериментировал и показывал это на швейных машинах, но ровным счетом это касается и оверлока. Посмотрите, рекомендую, будет полезно. Последняя важная регулировка это дифференциальное продвижение ткани, которое с коэффициентом позволяет менять скорость работы задних зубьев транспортнера по отношению к передним зубьям транспортера. Если же задние зубья транспортера будут работать быстрее, а передние медленнее, соответственно, ткань у нас будет растягиваться. Если задние зубья транспортера будут работать медленнее, а передние быстрее, ткань будет присобираться. И дифференциальная подача служит для того, чтобы избавиться от такой вот волны на краю ткани, которая никому не нужна. Поэтому считаю этот механизм очень полезным и стоит на него обратить внимание при выборе оверлока, чтобы он работал корректно. Изменив регулировки, мы уже видим абсолютно другую картину. А верлочок наш уже так не скручивает край ткани. Всем спасибо за внимание. Если контент был полезен, поставьте ему лайк, напишите комментарий. Часто вы меня спрашиваете, какой мой любимый оверлок. Я вам скажу, этот оверлок входит в тройку моих любимых Jaguar GT 990 по ряду причин. И у меня есть обзорчик. Ссылочку оставляю, посмотрите. Может будет тоже интересно. Пока!